добрый день вы на канале вязание от ангелина зимок сегодня смотрите что у нас есть я показываю со стороны шеи это у нас головной убор вот так это будет смотреться впереди сеточка на голове это у нас повойника новые так сказать новое направление в головном уборе хотя на самом деле это не новая она уже давно всеми используется только мы это не знали вот голова и вот так на шее что-то типа можно сказать что это бандана да вот но немножечко вяжется по-другому со стороны спины вот таким образом выглядит она наша но пускай не бандана наш поводник правильно грамотно сказать наш поводник сегодня будем смотреть как вяжется я покажу принцип а уже каждый может придумать абсолютно любой узор и связать так как ему нравится а сегодня я покажу как можно связать такую интересную повязочку и кстати говоря можно и вот так вот носить сложить то есть тут уже по голове смотрим как она будет ложиться складочки каждый будет закладывать так как ему хочется вот по объему головы и уже такая красота у нас с вами будет давайте смотреть прошу раз мы с вами вязали вот такую основу сегодня можно взять абсолютно любой узор у меня вот он такой по желанию можно связать любую ленту тем узором которым вам нравится лента должна равняться обхвату головы то есть вы должны померить как повязку на голову любую абсолютно можно связать и померить чтобы было хорошо вот моем случае я связала вот таким интересным узорчиком и теперь просто-напросто для того чтобы немножечко придать форму я хочу краешек со всех сторон обвязать столбиками без накида вот и тогда уже основа для нашего поводника а сегодня мы будем вязать поводник я покажу что это такое основу принципы и потом можно с любым узором абсолютно любым узором вязать вот то есть задача моя я хочу весь край чтобы он такой был более плотной обвязать просто столбики без накида то есть не увеличивая не уменьшая просто вот как есть где длинный столбик мы вяжем два столбика без накида один столбик там где у нас короткое место и вот таким образом мы вяжем основу нашего поводника обвязывая столбиками без накида я обвязала основу нашего поводника столбиками без накида и сделала маркеры то есть от конца с одной стороны от конца с другой стороны ступила буквально там сантиметра три четыре и теперь наша задача просто от маркера до маркера вязать сеточку сеточку можно выбрать любой вот единственно что да у нас еще надо перейти соединительными столбиками чтобы до маркера чтобы ниточку не отрезать чтобы у нас было меньше хвостиков но я думаю что это дело несложно мы быстренько это сделаем перейдем и начнем вязать сетку сетку можно взять любую я хочу взять сетку вязать красивую с пико первый ряд маркер я сейчас уберу чтобы не мешался первый ряд вяжем просто раз два три четыре пять воздушных петель пропускаем внизу раз два три в третью в головы вот вот так основа будет один два три 4 5 раз два в третью вот так вкалывают то есть смотрите вот такая сеточка у меня будет первый ряд просто вяжем до маркера потом я покажу дошли до маркера маркер убираем чтобы нам не мешался и смотрите просто сеточка просто воздушные петли вяжем на поворот сейчас пойдем 1 2 3 4 5 те же 5 петель но только мы будем в центре теперь делать соединительный столбик и вязать пико 1 2 3 нам нужно в эту же петельку попасть и пико 1 2 3 4 5 в центр в другой стороны если столбик без накида будет удобнее так чем соединительный 1 2 3 что пико удобнее закреплять за две ниточки давайте так будем делать 1 2 3 4 5 столбик без накида и пико 2 3 то есть так будет удобнее вот смотрите вот в самом начале самом конце вот 5 воздушных петель и за центр крепимся все время скрипся крепимся за центр следующий ряд мы будем делать воздушные петли с одного по другую там где у нас будет с вами воздушные цепочки и делаем пико в центре в центре то есть все остальные ряды у нас будет повтор мы вяжем все будет повторяться 2 3 4 5 воздушных петель столбик без накида в следующую воздушную арочку и пико 1 2 3 и за счет именно пико сеточка будет очень красиво смотреться как обычно вяжем быстро легко просто мы получаем очень красивый результат давайте посмотрим как в самом конце будем провязывать вот связали 5 воздушных петель у нас последняя цепочка осталась провязали пико 3 воздушные петли также выполнили и смотрите вяжем 1 2 3 воздушные петли и основание нашей воздушной цепочки столбик с одним накидом вот вот такое будет завершение и вот такой у нас сначала вот одинаковая смотрите идем дальше 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 поворачиваем вязание находим пико пропускаем через пико находим сеточку нашу и вяжем обратном направлении вот так вот должно выглядеть у нас вязание нашей сетки все несложно но для того чтобы аккуратно смотрелись края в самом конце 3 воздушные петли столбик это понятно да 1 2 3 4 5 и также дальше вяжем 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 и доходим до вот этого момента с вами подходим опять самую краешку 5 воздушных петель провязали просто присоединили и опять 5 петель 1 2 3 4 5 поворачиваем вязание и тут уже у нас идет повтор то есть за половинку цепочки мы с вами вяжем вот смотрите вот такой от полу треугольник маленький 10 10 то есть это конечно я думаю что все умеют все знают но еще раз решила показать как заканчивать как начинать то есть либо три столбика мы закану мы начинаем заканчиваем либо вот 5 воздушных петель ровно по центру сама цепочка понятно сеточка не сложно это мы знаем с вами умеем вот а именно чтобы были аккуратные у нас помните так как мы здесь делаем пико провязали 5 воздушных петель пико провязали 3 воздушные петли и столбик точно так же как мы делали 3 воздушные петли вспоминайте и столбик точно так же и будем заканчивать в этом вязании потом 5 воздушных петель набираем и вяжем либо от столбик либо 5 воздушных петель теперь наша задача провязать сетку на размер примерно размер нашей головы но в любом случае свяжу и измерю покажу сколько расскажу сколько надо связать не получается сейчас будем смотреть вот смотрите 100 грамм у меня стала обрезать я не стала ничего делать чтобы ряд был ровный неровный на самом деле это абсолютно не важно сейчас объясню почему то есть мы ниточку с вами уберем там где закончили единственное что еще я хотела сказать что с этих 100 грамм которые у меня были я связала такую брошку самого кончика чтобы все остальное я извела на наш поводник чтобы я знала что у меня есть такая брошка мастер-класс по брошке тоже есть будем смотреть теперь собираем нашу конструкцию вот что у меня получилось то есть наша основа наша основа которую мы измеряем по голове по объему головы и просто прямоугольник который вяжется абсолютно ровно что делаем мы теперь вот я еще связала я думаю что это не проблема до воздушные петельки вот такую шнуровку сделала такой шнурочек все что делаем мы теперь этот шнурочек мы вдеваем в противоположную сторону вот все и завязываем и наш головной убор готов что значит готов скажите вы то есть смотрите вот наш головной убор мы продеваем по голове одеваем вот здесь наша голова делаем красиво складочки с одной стороны с другой затягиваем на так как нам хочется над на тот объем который нам необходимо оставляем со стороны шеи вот эту красоту нашу то все будет затянуто будет затянуто и будет очень красиво для того чтобы не расходились кончики вот мы затянули и в то же время можно прям так хорошо затянуть что тоже будет придавать красоту на 2 завязала мне поэтому и вот что тоже будет придавать красоту то есть мы затянули и сверху еще и брошку одели ходили брошку у нас здесь вот наши красивые кончики с бусинками у нас здесь красивая сетка выглядывает и со стороны спины это будет очень красиво смотреться вот идея такая несложная идея я надеюсь что понятно доступно надо связать вяжется очень просто укладывается красиво на голове с красиво смотрится необычно это у нас летний вариант попозже свяжем осенний зимний идеи уже есть вот давайте вязать всем приятного просмотра до новых встреч спасибо что досмотрели мой ролик до конца подписывайтесь на канал ставьте лайки и пишите комментарии для меня это очень важно спасибо 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 спасибо